ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было очень странное судебное заседание. Мне судья приговорил 5 суток ареста. Объявил арест 5 суток. Несмотря на то, что майор, который свидетельствовал против меня, он говорил, желал учесть, что у меня несовершеннолетний ребенок в судье. То есть вслух он это говорил. И потом пришел судья и вынес такое... Решение. Поверновление очень странное, потому что по закону мать несовершеннолетнего ребенка до 14 лет, она не может подтвердаться аресту. Это всех удивило, и Байвер был в шок. Но меня, например, удивило то, что как мог судья настолько невнимательно быть к делу и выносить такие приговоры на таких смешных делах, вот это меня больше шокирует на самом деле, чем то, что произошло. Вот как судья относился к этому делу, если он не учел такую элементарную вещь? То есть у него получается, изначально был какой-то приказ, то есть какие-то сроки, или он уже изначально, когда мы все сидели, рассматривали то дело, он знал, что он мне приговорит. И я был так и в этом уверен, что даже не обратил внимания на то, что даже говорил майор о том, что у меня дети. То есть очень странно произошло, и вот сейчас у меня на руках постановление о штрафе. То есть в итоге что мы имеем? Мы имеем аудиозапись с приговором об аресте меня на 5 суток, а на деле вот, собственно, штраф 20 тысяч рублей. Я был на заседании с слушателем, чтобы придать какой-то гласности процесс, и я был вообще просто в шоке от вынесенного приговора, так как судья, ну, особо не рассматривал сам дело, в общем, что пролистал, 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 и все. Не стал слушать этого майора, который, ну, свидетелем он тоже был. Он сказал, что это не влияет на суд дело, так как он заинтересованное лицо. То есть он как бы... А майор, в свою очередь, высказался, что у Анастасии есть несовершеннолетний сын, как бы, потому что это должно сыграть какую-то роль. А судья почему-то не воспринял это никак и решил, значит, ей лет 5 суток, хотя не может этого сделать. А что было потом? У нас всех вывели в коридор, мы все просто стоим в шоке, ничего не понимаем, такого быть не должно. Даже гуглили в интернете, смотрели, ничего нету, просто... Прецедентов? Да, нет таких больших, как я никогда не было в истории, мы первые. А потом такая, пристав приходит и говорит, успокойтесь, у вас штраф будет. Штраф 20 тысяч дали. Мы не понимаем, мы сейчас что делать абсолютно. То есть оглашено было одно, а написано другое? То есть у нас есть аудиозапись, в которой судья говорит, что она получает арест 5 суток, а на деле у нас есть протокол, в котором выводили постановление суди, где написано, что у нее штраф 20 тысяч. Там вообще отсутствовал какой-либо состав административного правонарушения, потому что ее задержали, она даже не дошла до места этого так называемого митинга, которого на самом деле даже и не было. И она ни к чему не призывала никого, и в принципе даже непонятно, вообще на каком основании даже ее задержали, потому что они ссылались на какие-то оперативные свои разработки, то, что вот они читали этот чат в Инстаграме, в котором люди просто переписывались и договаривались о прогулке. И там очень четко, кстати, было тоже сказано во время суда о том, что слова на самом деле «шествие» и «прогулка» очень большая разница в них, потому что если брать слово «шествие», то подразумевает, что как раз некие какие-то атрибуты и так далее, а слово «прогулка» оно подразумевает, что люди просто пошли на День России и просто погулять, как все остальные. Там было очень много людей, и многих задержали, как бы даже несмотря на то, что они совершенно к этому вообще никакого отношения не имели. Присутствовал на суде, просто забрали девушку, мать ребенка несовершеннолетнего, взяли из автобуса, то есть никакой запрещенной атрибутики, ничего на основании каких-то надуманных аргументов, то есть ни на митинге, нигде ее не задержали, просто забрали из автобуса. Полный беспредел. Митинг пытались организовать, подавали, согласно букве закона, уведомления о проведении митинга, и митинг администрация города Сочи не согласовала. После этого Анастасия Титова призывала всех не ходить на несанкционированные, несогласованные митинги. Было принято решение просто собраться людям в день города, в день России, в праздник 12 июня, просто собраться коллективно и прогуляться. Это не запрещено, никаким законодательством, мы все люди, все гуляем по улицам, собираемся компаниями. После сегодняшнего решения я начну задумываться, могу ли я позвонить своим друзьям и собрать их коллективно в количестве 5-6 человек и просто прогуляться по улице. Теперь у меня есть опасения, что к нам подойдут полицейские и арестуют нас, посадят на 5 суток. А меня посадят на 5 суток, так как я позвонил, и пригласил прогуляться, как организатора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!